Проблема языка, она же у нас сейчас есть? Существует? Почти нет уже. Нет языка, нет проблем. Нет проблем, да. Вот вы, как педагог опытный, какое вы видите решение этого вопроса? Есть ли вообще у нас это решение? Или потенциал для этого решения? Вообще чего не хватает у нас? Для того, чтобы пом 알려 toutes эти проблемы, не нужно сесть в основном, потому что, по-прежнему, делать, в отзыв, москлопов, не спешить. Оно тут, даже если быть комфортный, то, что мы должны быть в порядке, мы должны быть в порядке, а у нас в порядке необходимо приспособиться. В Крым-Татарском языке нужно выходить в городе, в клубах, в доме, в школах, 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 в школах. В Крым-Татарском языке нужно выходить в городе, в школах, в школах, в школах, в школах. В Крым-Татарском языке нужно выходить в городе, в школах, 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 в школах. и обеспечить себя в отношениях, развития и традициях, и обеспечить себя в отношениях. То есть, в отношении многих обеспечения. Я вам скажу, мы в Крымхе, многие люди, мы у нас были в Крыму, многие люди, мы с вами были в Крымхе, и не забывал, что они не смогли заходить в рептанцы. Когда они хотят, то они хотят, чтобы иметь русские и объяснить их. И чтобы иметь рептанцы проживания. Я посмотрел того, как люди, в рептанях в рептанях. Например, в рептанях, в рептанях. Они учатся. Сегодня мы учатся. У нас учатся. Потому что мы учатся. Потому что их голосов, их голосов, они учатся. Поэтому я говорю, что если у нас много, то мы думали, как это было? В основном, мы участвовали в клубах, weit мы вам участвовали на учебы. Они peeling на учебу. На учебе, они тоже попали изного sao, они стали смотрелые. Они далеко. Если, если у соло был ка Scroll агаси, они то еще 후 отличаются. И я умname делаю, не будет. Балачек, хартбаба, ханым, кем все. Милет в этом месте поддерживается, и помощи в этом месте, и в этом месте мы должны импульс импульс. Милый импульс. Хармдатарцы говорили, что он авторитет, и мы вместе с тем, что мы с другими результатами. Но если мы ждем, кто будет делать это, не знаю, что будет делать это. Насколько времени мы все и все в этом месте, которые могут подпыть все в этом месте, Нам нужно здесь 30 человек, у меня есть 100 человек человек, нас делают меня татарский, а вы не знаете, что я вам скажу? Русские говорят, конечно, русские говорят, потому что русские игры. Но именно татарские, и с теми, издавляться о том, что я думал, даже с каким-то интересным образом, и с именем правильным образом, Скажите, пожалуйста, вот если завтра какой-то меценат организует литературную премию миллион рублей за знание крымско-катарского языка, то есть это какой-то как олимпиада. Это будет бум. Мембер Мисаль Кетрин, да, пример я провожу, что такая олимпиада состоялась, примерно в 1915-16 годах, это я вычитал в газете Терджиман. Один богатый киргиз жил в Иране, и он в то время объявил в туркоязычных газетах, что он выделяет, если мне память не изменяет, 2000 рублей, для того времени очень большие деньги. Тому, кто напишет на киргизском языке роман. В то время в туркоязычном мире романы были редкой вещью, абсолютно редкой. Вот мы знаем у Гаспоринского романа, мол, лабаз, там еще один-два романа, это до революции, буквально в Крыму можно несколько вещей перечислить. То есть в туркоязычной массе не было романов. И вдруг, когда объявился такой конкурс, в течение года или двух, я точно не знаю, 16 романов поступило на этот конкурс. То есть нашлись 16 человек, которые на родном языке написали огромные полотна, широкие такие прозаические полотна, роман, и подали на конкурс. И этот человек объявил, что в каком городе, когда, на каком рынке, на какой праздник будет обсуждаться призер. Например, кому должны выдать эти деньги, приз? Вот вы сказали о литературном конкурсе. Это, я считаю, что сегодня те люди, которые пишут, ну, начинают писать или пишут на крымско-катарском языке, это номер один, самый мощный фактор того, что эти люди будут продолжать, к ним еще будут присоединяться другие, и у нас резко увеличится число людей, которые будут учиться писать. Я уже про миллион рублей не говорю, но миллион – это слишком большая сумма. Пусть хотя бы… Не большая, но… Ну, это да, это, образно говоря, такая сумма. Ай-Таджагам, вот у нас сейчас никакие конкурсы не проводятся в Крыму, никакие абсолютно. Я имею в виду литературные. Вот иногда объявляют там, несколько рассказов собирает, публикует, но так, чтобы поощряли, вот как это, например, Ресуль Велиляев делает, когда кто-то получает медаль или премию Чубанзаде, фонд Чубанзаде во главе с Ресуль Велиляевым, они организовывают специальные мероприятия, собирают массу людей, музыку и так далее. То есть огромное культурное мероприятие, посвященное вручению этой медали. Можно сказать, золотой медали, потому что она… А деньги дают? Да, да, да. А сколько? Тысячу долларов. А если было бы 10 тысяч долларов, оживлённее было бы вся эта история? Если было бы 10 тысяч долларов, все татары были бы писатели. Не, вот смотрите, вот я сейчас, я очень серьёзно вас спрашиваю, потому что 10 тысяч долларов – это копейки для… А, ну для кого-то. …для хорошего бизнеса. Да, да, да. Не для меня, для меня тоже это большие деньги. Я имею в виду для хорошего бизнеса. И вот эта сумма условная, она может перевернуть игру вот в этом плане? Язык, он может стать… Запросто, запросто. Я даже вам скажу следующее. Вот я мечтаю, чтобы кто-то из меценатов выделил средства небольшие, об этих суммах я даже не мечтаю, выделили небольшие средства для того, чтобы у нас исследовались какие-то определённые темы, которые сегодня не исследуются. Например, скифы в Крыму и подобные вещи, чтобы у нас были мощные историки, мощные научные сотрудники, знали до мелочей, многие проблемы. Это очень важно. А сам человек, когда он поступит в аспирантуру, кто ему даст эту тему, как он её будет развивать и так далее. Это большая проблема. А когда он будет знать, что развивая эту тему, естественно, вот я сегодня, например, куда-то выезжаю в командировки и так далее, исключительно, почти на свои деньги, и занимаюсь какими-то исследованиями конца 19-начала 20-го века, то и издаю книги на свои деньги, естественно, в основном, потому что там другого варианта нет. А если это всё будет перевёрнуто, то есть поставлено на ноги, на здоровые ноги, когда человек может свободно, спокойно исследовать, ездить, находить, копировать и так далее, и писать монографии, статьи, тем более потом эти статьи переводить, в том числе на английский. Это будет идти по миру. Крымско-катарская культура, литература, история, она будет как бы известна миру, ей будут заинтересованы другие. И вот эта переводческая деятельность имеет очень важное значение. Крым же в своё время достигал таких уровней, когда в Крыму выходила одна из первых газет Терджиман, когда в Крыму публиковался один из первых романов в тюркоязычном, мусульманском мире. Не просто в тюркоязычном, а во всём мусульманском мире. Одни из первых. Возьмите вот то, что Гаспринский распространял у Сули Джадид, новый метод обучения, он распространился по миру из Бахчисарая, с маленькой улицы, да, хотя за рама аллеса, он распространился по всему миру. И в 2012 году Исмайл Лиманов пишет, что сегодня в мире 5000 школ с этим методом обучения. То есть небольшое действие, которое правильное, логичное, серьезное, оно быстро распространяется и в другие. Гаспринский мечтал о средне-тюркском языке, и он это добился. Тираж газеты был 16 тысяч, Терджиман. 16 тысяч. Газета была ежедневной, кроме пятницы. Сегодня один раз в неделю одна тысяча. Через сто лет, гулян, через сто лет крымские татары добились, что у них газета на крымско-татарском языке тиражом одна тысяча. Газет одна-полтора тысячи, допустим, полторы тысячи. Выходит один раз в неделю тиражом одна-две тысячи. А сто лет назад один человек, потому что это была частная газета, без государственной... Это его менеджерство, это его ум, и его талант в том, что он при этой частной типографии мог и книги печатать, заказы печатать, разные типографские работы, и бланки для организации в том числе. И самое главное, он, естественно, печатал шикарные Кораны. То есть это ИП, по-моему, сказать, типография, частная типография? С самого начала, он же, прежде чем издать «Терджиман», он, когда купил эти типографские машины, он, прежде чем издать «Терджиман», он сделал опыт того, сможет ли он на свои деньги содержать это хозяйство. Он стал издавать листки, еще до газеты, определенные листки под разными названиями и по определенным тиражам. И он смотрел, как это распространяется. На одной стороне газеты, газетного листа, то есть как... Ну, как это называется? Ну, типа, как флайер, раздатка, наверное. Да, раздаточный материал. Буклет, в общем. Да, да, да. И он понял, что покупатели находятся в каких-то регионах и так далее. Он потом сделал книжные киоски. Это, опять-таки, его заслуга по всем регионам Крыма. Когда распространители газеты могли продавать и книги, и могли подписчиков набирать на месте. То есть это Гаспринского идея. Это 1897 год. До этого книги продавались в макулатурных магазинах. Не в макулатурных. Разных магазинах, специальных книжных магазинов не было. Мануфактура, Олян. Мануфактурные магазины. Макулатуры нет. Мануфактурные магазины. Потом появились вот эти киоски. А потом еще больше. Эти книжные киоски стали передаваться другим, продаваться. И появились люди, которые занимаются только этим бизнесом. Один из них, я вот недавно писал, Торпи. Ибраим Торпи занимался книжным бизнесом. Но это давало рост всей нации. Это отрасль. Целая отрасль получается. Вы посмотрите. Допустим, светские науки в дореволюционной России были запрещены в национальных школах. Светские науки до 13-го года закрывали школу. Если вы проходите геометрию, какие-то другие науки в школе, этой школе не давали. Закрывали эти школы. Должны были идти в другую школу. В государственную. То есть русскую школу. То есть Джемат за свои деньги не хотел содержать такие школы? Не то, что не хотел. Не давали. А кто не давал? Как он? Был закон, что вы не имеете права светские предметы проходить в этих школах. Все. Этот закон никто не мог нарушить. То есть это монополия на образование. Нарушен закон закрыть школу. Теперь эти киоски что делали? Эти киоски собирали по всему тюркоязычному миру книги с светскими знаниями. География, история, математика. Разные. И продавали в этих киосках. Те, кто покупали эти книги, они же не знали русского языка. То есть масса была безграмотной от того, что они не зная русского языка, не могли попасть в русские школы и не могли изучать науки. А науки на крымско-катарском языке физически не было. И вот поэтому эти киоски играли важную роль. Для каких-то знаний, общих знаний хотя бы, представлений. Сегодня, чтобы возродиться, вот эти механизмы, в том числе коммерческие механизмы, ну как-то оживлять, оживлять должны. Кто-то должен понимать, что бизнес это не только купля-продажа, там консерва, хлеба, там что-то, чего-то. А еще и бизнес есть в учебном процессе, в таких вот. Там же у Гаспоринска вот эта первая небольшая школа, где было шесть учеников. Хайтазага Магалеснде, он набрал шесть учеников и стал им преподавать по новому методу изучения языка литературы и так далее. Те ребята, которые изучали, обучались чтению и письму и получали какие-то начальные знания, им нужно было до Гаспоринского, им нужно было четыре года. Они ходили вот в эти маленькие школы, сельские комнаты, можно сказать, не школы. Они ходили туда четыре года, платили, родители платили. В крайнем случае, если родители не могут оплатить деньгами, они приносили дрова зимой, там что-то, да, вот материальное, таким образом возмещали оплату. И вот эти школы таким образом работали. Четыре года Гаспоринский сделал, что этими знаниями они овладевали за полгода. Естественно, всем стало понятно, почему я должен платить четыре года, когда я могу за полгода получить те же знания. И вот он из этих шести ребят, а экзамены он сделал показные. Поэтому имтихан Мейдана Ачхтр, есть такое выражение, когда он помер, и ему вслед тоже этот Нариманов написал, имтихан Мейдана Ачхтр. То есть на этот экзамен приглашались городской голова, имамы, народ. То есть собиралась масса людей и наблюдали за экзаменом. Это было важно. Вот на этом экзамене был виден не столько ученик, сколько учитель. Чему он мог научить этого ученика? И это было повсеместно в Крыму. Без масс экзамены не считались. Вот в любой школе, я имею в виду, ружные мектепы, и рыбары, хорошо, да, когда. Майдана Ачхтр в месяц, топланайды халк. Халкын о гудне кечееду имтихан. О вақытте билиедлер, бу оца оца му, бу оца га пара бермее мүмкін му, и оста бу оцану кулмак керек. Жайетим, милет өсейеді. Оца сайланма оца еді. Талебелер, біляхри, болеетіп бір не елді. Онун ічун, бізим арамыздан гюзел бір бюк интеллигенсия чықты. Бін 917 сенеге яқынлашғанда. Ве бу интеллигенсия, хуветлі бір интеллигенсия, хұрултай яптылар, 74 адамдан ібарет. Ве хүрім татар милі конституциясыны ілан еттілер. Аңыз? Белі бір мадделердің. Ні Германияда, ні Францияда болеші екеді. Хүрім татарлар муна конституция япып, ону хачынчы маддесінде, 18-19-маддесінде хүрім татарлар үшінде ханымларының ве әркеклерінің хаклары мусавидыр дедлер ве конституция да язла кабулеттлер. То есть равенство прав мужчин и женщины в Крыму ноябрь 17-го года. Мы возьмем Германию, там 24-й год. Возьмем Францию, там 30-й какой-то год. Друге страны в 70-х годах добились равенства прав мужчин и женщины. Между прочим, это дважды лауреат Нобелевской премии Мария Кюри. Она очень интересно вспоминает, что независимо от ее учености она не могла попасть в Берлинский университет на какие-то лаборатории, чтобы она могла свои эти научные изыскания проверять. Ну, в конце концов, она добилась, дважды Нобелевским лауреатом стала и по химии, и по физике. Ну, она попала в эту среду. А так, в то время, женщинам было запрещено. Вот эти некоторые области, в том числе научные области, были запрещены для женщин. Подытоживая вопрос касаемо языка, ну, вообще, вы знаете, я такое мнение встречаю в основном, что у людей пессимистические мысли насчет этого. Да. Много переживают, не знают, что делать. Пессимизм? Записывай. Я пишу. Страшнее болезнь, чем пессимизм нет. Страшнее, чем атомная война, это пессимизм. Улян, сан, Аллах догурду. Яшайсинг, не пессаласинг, юресинг, аяхустунде, ашайсинг и чесинг, не бар пессимизма, а угрожезун, милетинг не, озун, калкун не, бар тойларга. Ойна, чалдыр музыкалар, не бар пессимизма, а мне ахлым нет. Ойна, не беклийсин. Комерлер кереколса, коркма. Калмасын, тишарда калмасын. Он чун, пессимизма, мен бек чиркен кознен бакам, бек сэвмим босэозну. Пессимизма хайдан чыкан адамларда. Бо, Аллах няраткысы сэвм, ойна, canлысын. Не бар пессимизма га. Баз адамлар хувана, козлэрэрэкорэ, кулаклэрэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Если ты умер, ты умерешь. Если ты умерет, ты умерешь. Это говорит о языке. Битый язык. Тило тоже есть. Тиль. Класс. Для нас это нужно отменить песмизм. Несмотря на то, что эти тилы не перестали в 1000 лет, это нижняя часть не было нижней. Второй, у нас тилы, когда есть Лингва Франка. В 13. 14. 15. веках Украины все тюрки и в мире были как раз в тиле. И я уже писал в книжках. 1795 лет, когда в Франции В Сарбонна университете на файл. В файл. Франция в 1795 году, 1995 год. И среди них первый крымско-татарский язык, второй турецкий, третий арабский и так далее. То есть, они в то время знали, что владеющий крымско-татарским языком может очень хорошо ходить в тюркском мире и на севере, и на востоке, и на юге. И вот сегодня это подтверждается. Мы едем в Турцию, через неделю мы турки. Я в Казахстане был, через месяц я казахом ходил уже. Свободно. В Азербайджане месяц побыл, все я азербайджанец. Понимаешь? Охадар яхн тиль. Не просто говорить, а еще и читать и писать. Без ошибок. Ну, более-менее без ошибок. Он чун дим крымско-татарчаны бульмеген адам чок язык эти, özіне баштабыр. Крымско-татарчаны башха милетлер де огренедлер бразаманда, бугундеде огренерлер. Чунки о тиль оле олган. Крым, мна боле бур хачлама ерде олганки, бур ерде пек чок чешит түрлі хабелелер кечкен ве бізім тіліміз шу жүмледе тіліміз ве меденіетіміз бір чок цивилизацияларының хошылмасындан валошын гүзел айта, сплав культур. Валошын көрген мұнда? Яғни адам бүйік бір гуманитар адамы көрген. Насыл еті бізім адетлеріміз, мұнда, яғни адам бүйі... Я не знаю, что ты говоришь, что ты говоришь, что ты говоришь. Все эмоции, даже слышно. Когда мне ответили, я говорю, что не было так... У меня все равно не было в беде. Пластик, как так называют артисты. Пластикасы это Хримит Татар. Я бы сказал. Потом я купил мне музыку. Д McRite, я ненесю, что я его и танцую. Я их куплю, ничего не знаю. сарма да бар. Оларыны киимлерин алын, татар халпақларын алын. Не ичін олар 250 илден сон бір түрлі yardım, кумет yardım олмадан избашына сақландылар. Біздер олен театрлериміз да бар, университетлериміз да бар, мектеблериміз да бар. Кенеде хорхамыз, бізе өлдік деп күчірамыз. Неден? Өлдік деп бір-бірмізге, бір-бірмізне да даңнин осығын. Даңнин әлдік деп келесіне, бір-бірмізге, күкінде құлда бірмізге, бір-бірмізге, түрлдің өлдің әлдіңдің, бір-бірмізге, қазақта ғаларға? бір-бірмізге, өлдіңдің көрсіп келесіне, бір-бірмізге, тұлдің өлдіңдіңкізге. Жасқақтан көріне, сухой на хайна ганда хашик нэн алыб хави хоян мин о хави башлай кочме мен шуарада чеки мать истин карштрам сон кене атешке койп кене котирилген де сон раме токим кави на ве ону дамы да гузель ола ама эвелдин хай хави хойп кайнатсан мембельмин бу мензе зиаде о су вичинде кайнаган же ону бутын ингредиентлер не олачах кайна и кайна и минута таржай там дурума русский англот ханда мим мулькун яра моя англот мах чунки это мой нерабочий язык то день я выступал в это раз в базаре на этом на одной конференции я вишел из этого компаса свой его сон калды оланды о дире че татарча барекен бизенде унуттук боле татарча мен челебинчик ханна дайдым джафир седамет не наса летып олар анда парламент курайдлер и отлы атлы аскерлер на идаре етедер ону мен англот айдым такшим дамы на кайна ятар чора батаркеле ятар су кайна ятар ебет оны атысан бетусан о ташар ама ташма макчун мен атештен чекем койлан сон мина башлай кайна ма алдым койдым бурка шыкнуқ саласы шымды 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 айзе біз оны айзе бұға да текаран кошай улян сен каве себе екен сен бұну джезвене болазы нечун бұ шекілде тар сен ешеттің ма йоқ айтымыз джезвене болазы тар олғаны себебі су кайнағанда ең бұйық градус болазында ола бұ ерде юз градус олса мұнда зияде ола екен маға оны физиклер аңлата мұна шымды мен қарыштырдым шымды кочырэцем кочкен сон сон төкецем филчанларға мұна копыклү хабе олян да не керек инсана татарға да не керек сон татарға да не керексіне керек керек еке керек еке керек ұнады ма на шынды мен кейгем бұй күй қый керек екеわ бұй бұй керек еке керек қырысты Мы не можем уйти, чтобы не было ни речи. Я думаю, что это не надо. Смайл, это не надо. Делай, давай. Я не могу. Ты сейчас не делаешь это? Хорошо. Ага, как же? Ханымсага, мы на бону берем. Машалла. Так, мы зайрага до шоколадта берем, да? Машалла, машалла. Машалла, бег не зетли? Да. Эбет, эбет, эбет. Делеверге сагул айтэкта. Супер. Бірнджи кере, боле, йолда мен, Ёл кенарында хабейдем. Бөлсі, бас бола. Бірнджи кере. Бөлі бетун масаларда. Эті саса алу жта етелімді. Ааа. Бөлі бетун, бас боле, йолді бетун. Умерипчині, бізім язжцаму баршану, Умерипчині. Она хікаеліне кече. О кадар мераклый язж, басарин. Біна, меселі, хасап осман келі. Озу, дікану ача. Хапусу. Ве, етелім башла, ерлещтірмі, ішке башлацак. Сон баха, ана адам келді ішке, ішке башлацак. Шо арада кетірілер. Яні адам келді ішке, ішін башлацак. Шо арада хабецілер келіп, ога, філчанне хабе кетірі. Озу. Яні, ер кун, ер сабах, ілларнен, юзйылларнен, о ердерде боле бір адет олган, о адетке огренгеллер, вейлі ахрі. Мен анам айтайді. Бугін де бір аякап алсан, де тешле, де сокле, цюнкі ону адресі йох. Алуштада бар еді аякапчылар. Сен пек гүзел біле едің. Меселі, қожа чықачақ ханым, оға керек гүзелі ахап смарлақ. Кімге смарламақ, олар біле еділер. Онышын, ұстаны ады бар еді. Юзік олсын, қалпақ олсын, фес олсын. Ершің адресі бар еді. Адамын ады. Егер де о, ярамай терден япса, ярамай материалдан япса, о, өзің адын бозачақ. Оға, сон, ескедекі күбі келмецеклер алмаға. Фиаттын қоя. Біз біле едің дей. Сен гүзел бөлі бір сұфатлы, қалітелі ши істесен, мұна бар ажан османаға, аяқапчыға осаға, о, ярамай япмай. Ө, 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 Исмолы, мы куда приехали, где мы находимся? Исмолы, мы куда приехали? 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 Мы куда приехали? Исмолы, мы куда приехали? Исмолы, мы что-то видели, мы куда-то нашли, чтобы не было в семье, Афу Шахмурад, он же как лидер не просто семьи, он такой серьезный человек был. Афу Шахмурад. И когда мне Архибареву сказала, когда я сказала, здесь должно быть дело моего деда, как его зовут? Я говорю, Афуз Шахмурат, у нас, говорит, может быть такое дело, а это может быть и не ваш дед. Я говорю, вы знаете, это был единственный человек в Крыму, которого духовное звание было именем. Афуз, его имя, и так и было написано. Типа как хаджи, да, приставка? Да, это уже была не приставка такая словесная, а написано было Афуз Шахмурат. И они все Афузовые стали, дети. Дела многих Крымских татар, получается, есть? Да, многих, да. Я как нашел это дело? Я там был совсем по-другому вопросу. Сижу в архиве, тержима мержима надо етшмеген номерлены кыдрам. Бақсам артымда, бір хард-харт апайлар, татар апайлары, лапеткенде ештле, ағылайлар. Сон мен турдым бардым янларына, селамлаштым, не ағылайсыз, дедім, а олар да өзін бабасын деласын оғилер. И там они как раз дошли до того момента, когда его уже ведут в ту тюрьму и на расстрел куда-то, и они плачут. Я тогда, а подошла архивариус и мне говорит, нельзя беседовать здесь, отойдите. А мой дед тоже в таком же положении был, где-то может быть есть, и тогда она пошла нашла, нашла. Потом она сказала, надо принести документ, доказывающий, что вы имеете родственные отношения. Я оставил портфель, ты представь, какой глупый в то время пацан, за ера со мной работа. Все оставил, шапку, все, поехал к матери. Ночью приехал, уже архив закрыт. Мен он метрикасыналдам, копияй аптардам. Мен кэгэн же, ну эйкэн же куну бараб бердам, документ, наверное, головной архив, неде Кэчкемецкая 3. А там мне дали через несколько дней разрешение на просмотр архивного дела, репрессивного Афус Шахмурата. Я тогда взял это дело, папка, и начал листать. Столько там даже фамилии, кто был понятой. Это все документируют они, а для чего? Они же, это же произвол был. Нет, 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 смотри, какой бы произвол ни был, есть процедура судебная. Должен быть свидетель, он должен быть. Должны быть участники событий, должны быть вещественные доказательства преступления. Согнижки, которые он писал. Все как вещественные доказательства. Татарар наверное как-то делать, как посты ewg за предактор татармаб gli более сентицы. Сандыкын чхараетлер, бошатайлер. Сон о сандыкын хояидлер ивун ортаса. Бутюн был вещественные доказательства о сандыкка толдурлаеды. О сандык хапағы бар, и кытарафтан сапы бар, и НКВД офицерин янда, и кытаңе солдат бар. Он пистолетом арестовывает человека, два солдата закрывает сундук на ключ, берет с двух сторон ручки, и арестованные уже с вещественными доказательствами ведут в НКВД. Так было по всему Крыму одинаково. Уже придуманные ходы. То есть там не надо искать ящики, какие-то коробки, сандык, и пошли. Шаэт, мен харба бамда, чхардлар боле шеклде. Протест олардабар, тапхан адам, русича олебр протест лер яза. Последний протест, она пишет, или докажите его вину, или немедленно его освободите. У меня дети умирают с голоду, как-то вот она там серьезно пишет. Вот, то есть там все подробно. Потом я дочитал, ну как до конца, последняя бумага, это когда их отправляют по этапу уже в Узбекистан. Шесть человек, солушты. Эпсы хархеды, эллияшларында, эпсы солидные адамлар. Мен харба бамында мудерис еде, медресен буйугу. Ве, кучлю бур имам. Тюнки, Туркия де, Султания де оқыды. Ве, Султания де, чалышты, хач иыллар. Пара хазанды. О паралар немында келді. Ве, башлады бөемні хурма. Аныс? Яны оқырды балачағай чүн. Сонра да бір мераклы эпизод бар. Оны хартана майтқан, бей тізелер майтайды. Да, раз кулачы бұнядан ебел, мұнда бір хач оле бір ярамаз адамлар юрекен. Олар анау, Ишлеме севмеген, Он чүн фухаре, чешет түрлі бір, Анау, Илұмпен пролетариат адамлар татарлардан. Олар келіп, хүчірай кен хапудан, Афуш Шамрад, Ол дүйміні, ол дүйсені, 9 трясаны міндер ійтқаным, енді біз ята жақмыз о міндердерде. Сен де қазан ед? Сонра, Бік жідний меселе. Бізні чүғарган сон, бұу адамлар кірген бізіме юге яшыған. Шымды немсeler кірдіп, Мы ивы нашли. Мы иди из своих людей. Рассказали. Апы хахала. Теземный. Немец. На моем доме. Немец. Компания. Они скажут, что в моем доме они whiskey. Они такие люди, что пустят. Говорят, что мы�и горячьи. В моем доме они говорили. Они говорят, что вы не знали, что вы не хотите, чтобы мы не были мусульманами. Мы должны получаться, чтобы вы разрушились в доме. Значит, Богу дает их право. Что ты будешь в доме? Не принадлежащий. Не принадлежащий. Университет 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 Дипломаты от 5 лет, и они получают большие деньги на чин посольства, чин эльчилиг, и они получают большие деньги. Понимаете? Они говорят, что если я не учусь, то я буду работать. Если я учусь, то я учусь, то я буду работать и зарабатывать деньги. Что мы не знаем? Но нет никаких проблем. Да, я привязка объясняется. Но это важно. Так что нужно будет конкурсов. Как мы должны быть успешно, способности для этого. Если я узнаю, то я буду работать с другой стороны. Если ты не знаю, то я нещусь. Я хочу сказать, что они будут работать с другой стороны. Мы бежим из божественных гробов с мальчишкой в Ташкенте. Мы приемные, друзья, оглянулись. Мы смотрим в Крым Татаре на школе. Мы говорим в Крым Татаре. Но никогда не нужно, чтобы они поменяли sinь. Я не могу сказать, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Когда он даже начинал~~ Она говорит одну, четвёртую, четвёртую, четвёртую... И потом я начинаю, иначе я начинаю, Но они начали что-то делать для меня, но к этому я не начну, и я пришел к ней. Поэтому я не говорю, что «чёте Fragen» Ой! Но в том числе, Надо думать о том, что люди не знают, не сомневаются, не сомневаются, а если у нас не нравится, бегают в автобусах. Люди не знают, что люди тоже не знают. То есть нужно заниматься. Меня беспокоит вопрос эмиграции. Сегодня этот вопрос опять же становится актуальным. Мы сегодня можем понять и переживать опыт, который был у наших предков, если раньше мы не понимали, что это. Сегодня мы наглядно это видим. Как вы к этому относитесь, к этому явлению? В этом вопросе у нас есть очень большая проблема. В 250 лет, люди живут в Крым, которые живут в Крым. В основном, у нас нет земли, не нужны места, не нужны места. Но Газпринске, когда в его газетах и выходят, Продолжение следует... 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 Я ищу, дорога, продолжаю счастливую. Сейчас, я по-настоящему, я исполнялсь с мегаз, Я имею в виду с мегазом, дамдаак – Махул Дур. И в Махул Дур и передумали только утрасть, которые покупали землю после цырки. И мы не хотим бесплатen. Я думаю, что землю не убираю, а я собираю в виду. В landscape были уточнили, и и и и и и и Мои люди не могут снять силу и научиться с другими людьми. Деяло, они 100 лет продолжают. Они продолжают продолжать. Думаю, я вам скажу, когда мы живем в Татаре, многие люди не могут сняться, но не отняться. Потому что они не могут снять их, но они не могут снять их, они могут снять их. Продолжение следует... Мы в этой стране летом живем, и как мы живем, будет длительным вести правильный народ. И мы живем в течение всякой земли. Мы живем в течение всего дня. Так же, все нормально. Весьca там — только мир, но в ней уничтожить правильный народ. Но лишь для людей, для людей и для народа, без нас есть прыжков. Другого нет. А правильно я заметил, что каждый крымский татарин, который выехал из Крыма, не вернулся больше в него обратно. Самостоятельно. Они будут украшены. Миллионные люди будут украшены в их ростах, в их ростах, в их ростах, в их ростах. Они будут украшены, но они будут украшены. Я не знаю, что это не будет. Я не знаю, что они украшены в Узбекистан, но они будут украшены в мире, как они будут украшены в мир. Я не знаю, что они будут украшены в мире. Они будут украшены, когда они будут украшены в мире. и мы должны быть счастливым. И мы должны быть счастливым и счастливым. Но это очень важное событие. Вы уходите в мусорной машине, затем в мусорной машине. Но это чувство отношения к женщине, а также дочерей к женщине. Он должен быть виноват. В некоторых местах, в большинстве местах, он должен быть виноват. Если вы не верите, он не будет виноват. Он должен быть виноват. Он должен быть виноват. Это очень неправда. Я думаю. Это проект Бркарар Бркарар, это значит нормальная Бркарар, чтобы не сглазить Рассказали, что они не говорят А вот мы не говорят Их кьевненкин Аллычады И самое страшное это было, когда Оглан кельнг, она бабоснейшая, Ичкуйёв. Это самое страшное наказание для человека было. Поэтому он говорит, если у него плохо, он говорит, ну лучше, чем у Ичкуйёвских дела у меня. Более-менее. Чуть-чуть лучше, чем у Ичкуйёва, значит, очень плохо, но не до такой степени.